Когда с даром он сможет выступить? Ну, единственное, что скажу, я совершенно не согласен с тезисом о том, что лишнее образование совсем плохое. И, как вы сказали, уральские юридические школы, выпускники которой являются генеральными прокурорами, судьями конституционного суда, и оценивают категорически несогласие. У нас нормальное образование. Я могу обосновать в итоге подъявление. Давай я дискуссию. Мое выступление посвящено вопросам криптовалюты. В этой аудитории, разумеется, не надо объяснять, что это натур. И я хотел бы рассмотреть этот вопрос через призму частно-правых и публично-правых интересов. То есть мы на сегодняшний день очень многие явления процесса юриспруденции рассматриваем через частно-правые и публично-правые интересы. И это правильно, потому что это позволяет нам создать рисунок регулирования именно того, который позволит не ущемлять излишне интересы и учесть главные интересы всех. Вот с этой точки зрения, что такое интерес? Мы знаем о том, что это концептуальная категория философии и права, но в самом общем смысле интерес – это польза, выгода, внимание к чему-либо. И в любом случае, достижение, реализация этого интереса – это всегда достижение какого-то положительного ресурса. Так вот, если мы легализуем криптовалюту, какой положительный интерес мы реализовали, чего мы гостим? Если ее надо легализовать только потому, что ей уже сейчас кто-то занимается, то это, скорее всего, путь не совсем верный. Мы уже были на пути пострегулирования, там, с электронными деньгами, коллекторством. Это не позитивный путь. Валюта – это деньги. Деньги – это мы все знаем, очень известные функции, меры обращения, средства платежа, средства накопления. Криптовалюта, вернее, национальная валюта каким функциям не соответствует? Что она плохо делает с точки зрения этого? Мне кажется, все нормально делает. На самом деле, легализация криптовалюты может негативно повлиять на финансовую банковскую систему, ведь мы еще не все риски изучили, выявили и изучили. Она вне территориальная. То есть здесь, в принципе, вопрос и о национальной безопасности. Кстати, парадокс. Вот один из самых известных видов криптовалюты – биткоин, ведь толком даже никто не знает, откуда он появился. Это все на уровне дискуссий и догадок. И ничего толком не известно. Легализовать валюту с сохранением анонимности невозможно. Это исключает требования ПОТ-ФТ, это все знают. Но как решить эту проблему с требованием ПОТ-ФТ для криптовалюты – это тоже невозможно на самом деле. И то, что это невозможно, показывает один простой пример. Мы не можем нормально отрегулировать ПОТ-ФТ для обычных банковских операций. У нас сплошь, рядом проблема. А половина лицензии у банков отрозвана именно по 115 ФЗ. Как же мы собираемся решать этот вопрос с криптовалютой, если мы не можем с нормальными деньгами этот вопрос отрегулировать? У нас не получается. Вообще, очень многих бы устроила ситуация, когда мы бы ничего не делали, законодатель вообще ничего не делал. Все как есть. Вроде бы и не разрешено, вроде бы и не запрещено. Идут дискуссии, но вроде бы и все, как-то можно. А вроде бы нельзя. На самом деле нельзя. Потому что есть статья 75 Конституции, которая говорит о денежной единице. И статья 27 Закона ОЦБ, которая запрещает денежные суррогаты. А криптовалюты это в чистом виде денежный суррогат. Ведь суррогат это нечто похожее, не отвечающее всем признакам идеального имплета. Правильно? Поэтому законодателю надо оценить на сегодняшний день. Нельзя оставлять этот вопрос в подвешенном состоянии. Нужно оценить ситуацию с точки зрения частных правов и публичных правов и интересных. Кому-то надо в действительности и принять все-таки закон, который отрегулирует. Видимо, Конституция здесь малая. Спасибо.